Не так давно, но UFC 248 прошел чемпионский бой в минимальном женском весе, в котором сошлись чемпионка Вейли Джанк и претендентка Иоанна Идженчик. Их бой, к слову, разительно отличался от главного события вечера, в котором сошлись Адесани и Ромеро. При просмотре унылого поединка двух средневесов складывалось впечатление, что двое чуваков впервые в жизни включили на консоль UFC и пытаются разобраться в управлении. Что касается Джанка и Дженчик, так эти две хрупкие девушки устроили настоящий триллер в октагоне с жесткими разменами, страшными гематомами и бескомпромиссной рубкой. Многие эксперты уже успели в один голос окрестить этот поединок лучшим боем в истории женского ММА. И я уверен, что когда-нибудь этот бой несомненно войдет в зал славы UFC. Однако большой интерес вызывает вопрос, какие бои уже стали частью истории кампании и были помещены в зал славы UFC. Предлагаю вместе в этом разобраться. Меня зовут Иван Ниумин, вы на канале It's Time, и это топ-6 боев, вошедших в зал славы UFC. Поехали! 9 апреля 2005 года. Форрес Гриффин против Стефана Боннера в финале первого сезона шоу The Ultimate Fighter. Шел 2005 год. UFC уже пятый год владели братья Фертита, а в компании президентствовал Дану Уайт. На тот момент эти достопочтенные господа вложили уже не один миллион долларов в компанию, но дивидендов так и не сыскали. Нужно было срочно что-то предпринять, и у них была одна, последняя идея, как это все исправить. И идея заключалась в том, чтобы запустить реалити-шоу The Ultimate Fighter. В этом шоу, идущем по ТВ, люди могли бы увидеть бойцов с другой стороны. Люди могли бы приблизиться к гладиаторам, сражающимся в клетке вплотную. Увидеть их мысли, чувства, эмоции. Узнать, что это не просто два неандертальца, мутузящих друг друга в клетке, а действительно подчас умные, образованные, интеллигентные люди с прекрасным чувством юмора. Гриффин, к слову, бывший полицейский со степенью бакалавра в политологии. А Боннер, в свою очередь, имел ученую степень в области спортивной медицины. И это сработало, ведь на финал шоу, где в клетке сошлись Форрес Гриффин и Стефан Боннер, чтобы сразиться за право называться победителем первого сезона The Ultimate Fighter UFC в полутяжелом весе и получить денежный контракт с компанией, удалось собрать не только полный зал зрителей, но и тысячи человек у телеэкрана. К счастью всех участников того действия, бой получился действительно зрелищным и бескомпромиссным. Бойцы рубились все три раунда от начала и до конца, ни один из них не думал отступать. По итогам трех раундов Гриффин выиграл тот бой и контракт с UFC соответственно. Но боссы компании были в таком большом восторге от этой войны в клетке, что и Стефана Боннера также подписали в промоушен. Конечно, по итогу выигрыши оказались все стороны. Бойцы получили известность и большие контракты. Зрители увидели невероятное зрелище и смогли разглядеть личности их спортсмена. А боссы UFC получили предложение от телеканала Fox на продолжение шоу The Ultimate Fighter. И по итогу компания не просто смогла выжить, но и начала процветать. Что касается Гриффина и Боннера, то после того боя они стали лучшими друзьями. Их карьеры сложились по-разному. Боннер так и не смог добиться хотя бы одного титульного шанса. Хотя сражался всегда с лучшими представителями дивизиона. А вот Гриффин таки смог примерить на талии пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. А в 2013 году бой, который по факту изменил историю компании и поделил время на до и после, вполне логично и предсказуемо попал в зал славы UFC. 16 апреля 2005 года. Мэтт Хьюз против Фрэнка Трига на UFC 52. Следующий бой в нашем списке это бой за титул UFC в полусреднем весе между чемпионом Мэттом Хьюзом и претендентом Фрэнком Тригом. Мэтт Хьюз к тому моменту во второй раз выиграл титул чемпиона UFC в полусреднем весе, удосрочив Джорджа Сан-Пьера. И это была его первая защита после второго пришествия. Интересно, что этот бой прошел ровно через неделю после боя Гриффина и Боннера, о котором мы говорили ранее. Продуктивным выдался апрелю UFC. Так вот, это был второй бой между Хьюзом и Тригом. В их первом бою в 2003 году Хьюз смог задушить Трига и защитить свой пояс. Этот же бой начался по-другому. С самого начала раунда бойцы оказались в клинче и начали обрабатывать корпус друг друга коленями. И в одном из таких разменов Триг попал коленом Хьюзу в пах. А рефери, печально известный Марио Ямасаки, этого удара не заметил и дал бой продолжить. Марио, такой Марио. Непонятно почему данный вайд в 2018 вдруг так сильно разозлился на Ямасаки после очередной ошибки. Ведь Марио уже 15 лет держит марку. Но да ладно, сейчас не об этом. Хьюз от такого удара на мгновение потерял концентрацию. И этого времени Триг ухватило, чтобы тяжело попасть и потрясти чемпиона. После чего Триг начал методично пытаться добить Хьюза и забрать пояс себе. Дело дошло до того, что Мэтт отдал Фрэнку спину и оказался в удушающем захвате. Когда уже казалось, что поединок подходит к концу и чемпион вот-вот сменится, Триг ослабил захват и Мэтт смог из него выбраться. После чего Хьюз смог провести красивый тейкдаун, протащив оппонента с одной стороны октагона в другую. И затем уже чемп начал добивать претендента. Триг, потрясенный от количества и тоннажа ударов, отдал спину сопернику. Сразу же попал в плотное объятие Хьюза. Мэтт начал душить и Фрэнк сдался. Чемпион остался прежним, а мы получили невероятный по накалу бой. И все это уместилось в 5 минут, благодаря чему нам довелось лицезреть одну из самых крутых однораундух войн в UFC. 15 мая 1998 года. Марк Олман против Пита Уильямсона UFC 17. UFC 17, 98 год. Те времена, когда смешанные единоборства находились в процессе становления. И каждый турнир был неординарным и знаменательным событием. В этот вечер в октагоне должны были встретиться пионеры ММА. Марк Колман и Рэнди Кутюр. На кону стоял титул в тяжелом весе UFC. Рэнди был чемпионом на тот момент, а Марк бывшим чемпионом. Однако из-за разногласий с руководством Кутюр покинул компанию. А UFC нужно было быстро найти замену на бой с Марком. И такой боец нашелся. Им стал 22-летний никому неизвестный паренек Пит Уильямс. Для него, кстати, это был дебют в организации. Стоит ли говорить о том, что Уильямс был дичайшим андердогом в том бою? Конечно, справедливости ради стоит отметить, что у Пита была прекраснейшая команда тренеров во главе с братьями Шемрак. И они отлично подготовили его к этому бою. По словам Уильямса, его план на бой заключался в том, чтобы избежать борьбы с Колманом. Он был нацелен на поединок в стойке и нокаут. Амбициозное заявление для дебютанта UFC. Тем более в бою против бывшего чемпиона и борца высочайшего класса Марка Колмана. Марк же выходил максимально заряженным. Он проиграл крайний бой за год до этого и уступил свой пояс, после чего залечивал травму колена. Это было его возвращение после травмы. И Колман собирался уничтожить юного дебютанта. Сам бой начался не так, как планировал Уильямс. Почти сразу Колман смог перевести на канвас Пита и начал его контролировать. Но молодой дерзкий дебютант не собирался отлеживаться. Он сразу же попытался выйти на армбар, что показало, бой обещает быть интересным. После того, как Марк сорвал захват, он добрые пять минут контролировал и молотил Уильямса в партере. После чего количество активных действий заметно уменьшилось и РФ Джон Маккарти поднял бойцов в стойку. Заметно подуставшие бойцы Колман в большей степени начали размениваться в стойке. Уильямс сумел воспользоваться тем, что Колман потратил очень много сил атакуя на земле и перехватил инициативу в стойке, начиная давить своего оппонента к сетке. Однако, даже стоя у клетки, Колман весьма неплохо отстреливался одиночными ударами с опущенных рук. Самое главное, что смог сделать за это время Уильямс, так это то, что он нанес большое количество лоу-киков по ноге Марка и смог заставить его больше беспокоиться о том, чтобы защищать ноги от ударов и опускать вниз руки. В восьмой минуте боя Марк собрал все остатки сил и попытался провести тейкдаун, но Уильямс быстро поднялся и Колман прижал его к сетке. На десятой минуте Марк таки провел тейкдаун и оставался в позиции сверху оставшейся до конца раунда 2 минуты. Да, в то время один раунд шел 12 минут. После этого бойцам дали немного отдохнуть и было назначено дополнительное время. Пит сразу пошел вперед. Защитившись от тейкдауна, он начал разбирать несумевшего восстановиться Колмана в стойке и на 38 секунде дополнительного времени, показав, что будет бить лоу-кик, нанес точнейший удар ногой прямо в челюсть Марка, тем самым отправив бывшего чемпиона в нокаут и совершив один из самых громких апсетов в истории смешанных единоборств. Неплохой дебют получился у Пита Уильямса, а тот нокаут, я уверен, каждый из вас видел не один раз в различных хайлайтах. 19 ноября 2011 года. Маурисио Руо против Дэна Хендерсона на UFC 139. Шел 2011 год. Шоган Руо на тот момент был одним из самых сильнейших полутяжей в UFC. В начале года он потерял свой пояс в бою с Джоном Джонсом и был максимально заряжен. В августе Руо нокаутировал Фореста Гриффина в первом раунде и выходил на бой с Хендерсоном в ноябре, настроенным только на победу. Дед же выходил на тот бой вообще в статусе непобедимого убийцы. Ведь он в начале года стал победителем гран-при полутяжей в Strikeforce, а затем в июле уработал последнего императора Федора Емельяненко, нокаутировав его в первом раунде. Невероятно. Конечно же все ждали, что от боя Шогана и Деда будут разлетаться искры во все стороны. Но поединок превзошел даже самое смелое ожидание. Бой начался с разведки, но продлилась она недолго. Спустя 30 секунд Хенда запустил водородную бомбу по Руо и потряс его, затем попытался задушить гильотине. Шоган выбрался и Хенда стал расстреливать того у сетки, но Руо выстоял и отогнал от себя Дэна. Жесткая рубка с самого начала. У Руо уже сечка, между тем прошла лишь минута боя. Представляете, что будет дальше? После этого Руо пропустил еще один жесткий удар навстречу и снова был потрясен. Но и это стерпела его многострадальная голова. Случилось так, что Шоган смог не только восстановиться, но и сам срубил Хенда правым боковым под конец первого раунда. Но теперь уже была очередь Дэна показывать свою стойкость и рубка продолжилась. По итогу первый раунд все-таки остался за Хенда, но Руо показал, что не собирается сдаваться. Второй раунд сопровождался жесткими разменами с обеих сторон. Третий раунд начался еще жестче. Мужики начали мочить друг друга не на жизнь, а на смерть. Дэн снова попал тяжелым ударом по Маурисию и тот свалился на канвас. Хенда начал жесточайшим образом добивать бразильца, но ему попросту не хватило сил. Все силы уже были оставлены в предыдущих двух раундах, и бойцы к третьему уже работали на морально-волевых. Руо выдержал шторм и под конец раунда даже смог забрать инициативу. Но этот раунд безусловно проиграл. До сих пор непонятно, как Шоган выдержал те удары, которые доносил Хенда. Те смертоносные локти в висок, просто от созерцания которых становилось больно. Но все же бойцы перешли в чемпионский раунд. В четвертом уже заметно уставшие бойцы решили побороться и три минуты провели в партнере. Однако затем снова оказались в стойке, и тут стало ясно, что Хенда уже еле дышит и смертельно устал. Руо выглядел свежее, настолько, насколько это было возможно в этой ситуации, и смог забрать инициативу в свои руки. И был достаточно близок к тому, чтобы завершить этот бой, но американец выстоял, и нас ждал пятый решающий раунд. После такого четвертого, казалось, Дену чисто физически не хватит сил для того, чтобы даже просто выйти на заключительный раунд. Но Дед вышел, и Шоган вышел, вот это да. В пятом раунде бойцы практически сразу оказались на конвасе, а Руо смог выйти на позицию фуллмаунт. Конечно, в такой ситуации оказалось Дену обречен, но силу обоих бойцов было уже катастрофически мало, и Руо не смог воспользоваться данной позицией. Весь пятый раунд Руо провел сверху и атаковал, но Хенда выдержал, и нас ждало решение судей. По итогу, все трое судей решили, что работы Хенда в первых трех раундах хватило, чтобы одержать победу единогласным решением со счетом 48-47. А мы с вами получили один из лучших боев в истории ММА, безусловно достойный того, чтобы находиться в зале славы. 20 июня 2009 года. Диаго Санчес против Клея Гуиды. В финале шел The Ultimate Fighter за номером 9. В июне 2009 года, недавно дебютировавший в легком весе и идущий на серии из трех побед к ряду топовый боец Диаго Санчес, получил в сопернике опасного рубаку Клея Гуиды. Клей также шел на серии из трех побед к ряду и в крайнем поединке одолел опасного Нейта Диэса, получив бонус за лучший бой вечера. Все предпосылки указывали на то, что нас ждет грандиозный бой. Также этот поединок носил статус претендентского, ведь все сводилось к тому, что победитель этого боя почти наверняка будет драться за пояс. Начался бой с того, что рефери крикнул «Парни, начинайте войну!» и Диего со всех ног побежал на Клея. Началась настоящая рубка. За первые полторы минуты Диего воткнул невероятное количество ударов руками и коленями в голову Гуиды. Затем Клей смог провести тейкдаун и контролировал Санчеса еще полторы минуты. После этого парни поднялись в стойку и Диего срубил Клея мощнейшим хайкиком точно в голову. Когда Гуидо падал, казалось, что он уже в отключке, но нет. Он тут же взлетел на ноги и стал защищаться от атак Санчеса. Диего был невероятно близок к тому, чтобы завершить все в первом раунде, но парни перешли во второй. Второй раунд начался также жестко. Клей практически сразу провел тейкдаун и весь раунд провел в топ-позиции. Однако особого урона по Санчесу он не нанес. А вот Диего напротив сумел выбросить настолько жесткие локти, находясь на спине, что сумел очень неслабо посечь Гуидо. Но раунд Гуидо так и завершил позиции сверху, заливая при этом Санчеса собственной кровью. В третьем раунде парни жестко зарубились. С переменным успехом оба попадали друг по другу, но Найтмейер был ближе к победе. Он поймал Гуидо на ручной треугольник. Был достаточно плотный захват, но кровь и упадок сил к последнему раунду не позволили Диего завершить бой досрочно. По итогу мы получили раздельное решение в пользу Санчеса, но все же стоит признать, что Диего действительно был ближе к победе и в первом, и в третьем раунде. Сам бой получился ярким, зрелищным и бескомпромиссным. Отличная рубка, достойная зала славы UFC. 21 сентября 2013 года Джон Джонс против Александра Густавсона на UFC 165 21 сентября 2013 года на UFC 165 Джон Джонс должен был в очередной шестой раз защищать свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Джонс подходил к бою в великолепной форме, разгромив до этого настоящих монстров дивизиона и не оставив им шанса. Его соперником стал перспективный полутяж Александр Густавсон, который в крайнем бою решением выиграл у Мауриси Руа и шел на серии шести побед. По большому счету это был единственный топовый скальп в его коллекции. Все указывало на то, что для Джонса это будет очередная легкая прогулка. Но в этот вечер все сложилось иначе. Швед с первых минут боя показал, что он не даст чемпиону легкой жизни. Он прекрасно двигался по октагону благодаря хорошему футворку и здорово доносил удары, демонстрируя отличный бокс. А уж когда под конец раунда Алекс стал первым человеком в UFC, который смог перевести Джонсона на стил, публика буквально взревела, комментаторы удивились. Раунд закончился, а чемпион выглядел слегка озадаченным. Хотя и смог под конец донести пару шикарных и опасных локтей до головы шведов. На второй раунд Бонс выходил с сечкой. Во втором отрезке Александр снова был хорош на ногах и практически недосягаем до Джонса. Но все же пропустил пару достаточно мощных и опасных ударов от чемпиона. Но и сам несколько раз хорошо попал. Третий раунд прошел примерно так же, как и второй. Хороший футворк Алекса, давление Джонса и несколько точек попадания от обоих бойцов. Четвертый раунд отличался от третьего тем, что швед попадал намного чаще американца, перебив его в стойке. Но под конец раунда Джонс засадил мощнейший локт с разворота прямиком в голову гусю и посек того. Более того, швед оказался потрясенным и буквально доживал остаток раунда. В пятом раунде изрядно уставший Алекс уже был не так хорош на ногах и проиграл раунд вчистую. Чемпион остался чемпионом в тот вечер, и это было честно. Но в лице Густавсона Джонс встретил самого опасного и тяжелого соперника для себя на тот момент. Он впервые в карьере получил действительно достойное сопротивление. И как говорит Дана Уайт, побывал в глубоких водах, из которых с честью выбрался. В этом бою Боунс продемонстрировал чемпионский характер. И доказал всем, что достоин называться одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. На данный момент это все бои, которые были удостоены попасть в зал славы UFC. Безусловно, эта коллекция будет пополняться. Есть множество невероятных боев, достойных попасть сюда. Например, бой Дэниела Кормье с тем же Александром Густавсоном. Или схватка Макгрегор Диас 2. Жесточайшая рубка Бигфута Силвы и Марка Ханта. Или филигранно-тактически выстроенный поединок между Домиником Крузом и Диджеем Диллашоу. Думаю, достойных претендентов более чем достаточно. Пиши в комментах свои варианты. Интересно узнать, какие бои впечатлили именно тебя. Напомню, это канал It's Time. Меня зовут Ньюимин Иван. Обязательно подпишись и прожми колокольчик внизу, чтобы не пропускать весь тот огненный контент, что мы для тебя готовим. Пробей свой бойцовский лайк. Ну а я, как всегда, желаю тебе крепкого бойцовского духа, только победного настроя. И будь здоров! Пока! В финале первого сезона жжу... Мышь! 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 И в крайнем бою разгромивший... А-ха-ха-ха! А-ха-ха!